Дай почитать! Дай почитать! Здравствуйте! Это программа «Дай почитать» и я ее веду и руководитель театра Наспасской, но здесь, в радиоэфире, я говорю о книгах. И сегодня я очень хочу рассказать о книге Марины Москвиной «Танец мотыльков над сухой землей». Ее первая книга «Моя собака любит джаз» – вдающийся пример глубокой лиричной литературы для младших школьников. Это уровень Успенского, Драгунского и Международной премии Андерсона, которую Москвина получила в 98-м году. По ее сценариям были сняты замечательные мультфильмы, в том числе «Нежнейший. Что случилось с крокодилом?» О крокодиле, который выращивает вылупившуюся из яйца птичку, а потом сам учится летать, помните? В большую литературу Марина Москвина вошла в первую очередь как автор повестей путешествий о своих странствиях по Японии, Непалу и даже об экспедиции на Северный полюс. Новая книга Марины Москвиной, как она сама замечает в предисловии, писалась не год и не два, а всю жизнь. Это собрание маленьких заметочек, бесед, случаев, анекдотов из ее сумасшедшей писательской жизни. Это мемуары и не дневники. В историях Москвиной отсутствует ретроспективный взгляд на саму себя, даже тень рефлексии не падает на ее чудесные приключения. Писательница записывает мимолетные фразы, портреты интересных людей, которых всегда вокруг нее в достатке, чужие байки, заботливо спасая их от забвения. В этом невесомом литературно-мотыльковом порхании есть свои сквозные персонажи, готовые попасть в переделки и сморозить милую глупость чаще прочих. Это муж самой Марины, художник Леня Тишков, и ее лучшая подруга Дина Рубина, писательница, непредсказуемо фланирующая между Москвой и западным берегом реки Иордан. Дина Рубина предстает этакой Раневской, у которой на любой случай жизни всегда есть в запасе афоризм. Татьяна Бек рассказала мне и Рубиной, у меня был знакомый по фамилии Однопозов, и все дразнили его Однозопов. Пауза, мы, писательницы, переглядываемся. Ну, спрашивает меня Дина, и как мы это будем делить? Пополам, предложила Таня. Есть и просто отдельные реплики. Например, малолетний сын спросил автора. «Мама, я что-то никак не пойму. Так мы хорошо живем или плохо?» Если говорить о жанровой принадлежности танца мотыльков над сухой землей, то ближе всего она кажется пушкинским тейбл-ток, ироничным застольным разговором, светским анекдотом, которыми обмениваются благородные лицейские интеллектуалы. Читать эту книгу просто необходимо всем, кто готов уловить интеллигентный дух в его почти забытом, аристократическом, самоироничном смысле. В таком случае книга Марины Москвиной станет для вас источником чистой энергии на столько дней, насколько вы будете в состоянии растянуть это удовольствие. А с вами была программа «Дай почитать». Я ее ведущий Борис Павлович. И до новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать.